Ребятки, всем привет! Это не я, это вас Пашка. Сонный, правда, приветствует, да, Пашулька? Так, всё, он понял. Он всё понял, ребят. Ничего не получилось. Хотела заснять во всей его красе. Улёгся возле меня на окошке спать. Я в таких очках, которые вы просто не любите, да? Нужно поменять срочно. Итак, шахер-махер, ребята. Я вернулась. Ой, всем привет! Честно хочу вам сказать, девчонки вы мои дорогие, как не хочется, как не хочется работать, но труба зовёт. Итак, делаем с вами обзор на видео с Амбелла Дамьяна, ребят. Мамки там рёбра болят, а орать не мешает. Продолжение следует. Режутся в карты. Зине, значит, нельзя, я уже говорила, а колясику с севкой слюнявкать свои пальцы, облизывать и лупить карты можно, конечно же. Собрались здесь втроём, на планетной, как Коля и советовал, просил и спрашивал, будем в карты играть? А давайте в карты поиграем. Вот играют в карты. Я думаю, что она дули крутит? Мамашка, мамашка, вы не ошиблись и не ослышались. Сидит и дули крутит, в экран тычет. Думаю, кому это? Не мне ли это, ребят? Я, как обычно, готова. Я получаю там от неё периодически такие, знаете, посылы замечательные. Думаю, не мне ли это, не мой ли это адрес. Шуси и там понаписывал, и кто ей доложил. Или она, может быть, задним числом как-то нечаянно попала на какое-то видео, почитала комментарии, когда мастер ремонтировал стиральную машину и вычитала про себя, что она обтиралась на кухне возле мастера, всё крутилось возле него, типа заигрывала, как с женихом. Васильевна, честно вам признаюсь, вот мне кажется, что зрители не об этом говорили. Каждый человек думает и рассуждает в меру своей распущенности. У вас одно на уме, кукуруза, обтираться возле молодых мужиков, но ещё Севка ваша точно такой же. Я помню эти реплики. А, пиды, испытай, говорил Сева, пиды. Вин женатый, и баба Таня крутила пальцем у виска. Вот у вас одна тема, понимаете? Ниже плинтуса, ниже экватора, вот как бы к мужику притереться, вот эти вот все веяния. А зрители вам писали о другом, скорее всего. Ну, может быть, кто-то и пошутил. Но если камень летел в мой огород, ребят, я ж отвечу, да, культурно, так культурно, девочки, мальчики, я очень стараюсь. Итак, Васильевна, если вы это про меня, хотя я ничего никогда не пишу, я только вещаю, говорю, да, со своего канала на экране. Если вы меня имели в виду, или подобных, вот такие комментарии, со мной солидарные, то мы говорили совершенно о другом. О том, что вы мешали человеку, и обтирались, лезли ему на голову, в то время, когда мужик работал, разложил эти все запчасти, инструменты, вы ему просто мешали. Так воспитанные люди себя не ведут. Лично я говорила о том моменте, что, а нельзя ли было, зная, что тебе в такое-то время, в такой-то назначенный час нужно принимать пищу, приготовиться, подготовиться. Взяла себе в тарелочки чего-то там, да, как тебе что нужно, приготовила. Знали, когда придет мастер, но ведь все же знали. Погрей, отнеси в комнату, и пусть ждет своего часа, но можно было за 10 минут, за 5 минут до прихода. Окей, ребят, ладно, в тот момент, когда вот мастер пришел, да, в дом, разбывается в прихожей, иди быстренько на кухню, пока сам Вэл там его принимает, проводит в квартиру, что-то объясняет, а ты эти 3 минуты в микроволновке поешь себе еду, погрей себе еду. Можно было так сделать? Вообще, это несложно догадаться. Мы об этом говорили. Нет, вы дождались, пока человек пришел, вошел, начал вытаскивать эту, я почему-то говорю, плиту, да, все время, прошу прощения, ребят, стиральную машинку. Вытаскивал. Вы все выжидали, выжидали. И вот когда начался сам процесс, давайте греть еду. лезли ему своими граблями через голову, в эту микроволновку. Причем тут жевти ботинки, я говорю. Дело не в том, что вы, как женщина, претендовали на молодого мужика, и поэтому обтирались там возле него, и постоянно ваше присутствие мы наблюдали в кухне, когда человек работал. Нет, не об этом шла речь. Еще раз повторюсь, у вас какие-то все время задние мысли. Мыслите, как нормальные, адекватные люди. Никто и не думал вас, бабульку, уже в таком возрасте клеить к молодому мужчине. У адекватных, нормальных, нормальных, понимаете, людей такие мысли в голову не приходят. Только вам и вашему сыну. Понимаете, в чем дело? Ребят, из-за вот этих вот все сама придумала, сама поверила, байки вот эти вот. Начала тыкать комбинации из трех пальцев в экран. Дули тыкать. Хочется напомнить вам, Татьяна Васильевна, вы же женщина. Вы понимаете, что такое женщина? Или вообще? Нет, никак. Так, вы же сами себя унижаете. Вы же сами себя выставляете в этом виде, как хабалка какая-то базарная. Так же нельзя себя вести. А возраст ваш, ваш возраст. Вы платьице нацепили красивое. А смысл в этом платьице, когда вы дули крутите, когда вы оскорбляете, материте. Мало того, в последнее время еще и угрожать начала. Я там голову откручу, я победу одержу. И дайте за горло подержаться. Вы же женщина. Ой, как же это все печально. Я сейчас все это с юмором преподношу. В позитивной форме, ребят. Ну, смотрю на эту женщину. Так все грустно-грустно. Печально-печально. Неужели у нас такие есть? Вот такие вот. Не хочется верить. Вот не хочется и все. Хочется видеть что-то хорошее в человеке. И вторая часть видеоблога у Самвела была посвящена опять его вождению. Ребят, за рулем. За рулем едут. Поздний вечер. На улице темно. Колясик любуется подсветкой в машине, потому что никогда не наблюдал, сидя за рулем, такой красоты. И дает ценные указания Самвелу. Но Севка, ребят, скажу свое субъективное мнение, невнимательный, халатный и несерьезно как-то относится в принципе к вождению. Он почему-то возомнил Сева, да, если вдруг посмотришь. Послушай, со стороны вот такая картинка, что ты слишком самоуверенный, ты возомнил про себя, как будто что ты такой водитель ас, уже опыт у тебя за плечами, будто бы ты уже лет 20 за рулем. У тебя такого опыта нет. И нужно как-то посерьезнее, поответственнее, потому что опасность очень большая. Коля постоянно делает замечания. Тормози, тормози, медленней, Самвел, медленней. Показал даже пачку, упаковку валерьянки, говорит, я уже 4 таблетки выпил. Ты мне целый день все нервы измотал, съел столько килограмм нервов. Ребята, я здесь колясико очень понимаю и хочется его поддержать. В принципе, не давала бы руль своей машины. Денюжки есть, Буратинка, Самвел, богатенький, нанимай инструктора, садись за руль и можешь кататься хоть до одурения, потому что это очень опасное дело. Едут мост, на котором всегда очень много аварий, Коля говорит, каждый день, каждый день постоянно что-то случается, кто-то пошел на обгон, кто-то через сплошную пересек, разворачивается, дверь в бусике, сами мы видели, да, впереди бус повернул, дверь открылась, он давай впереди гнать, в общем, ужас, что люди творят на проезжей части, сидя за рулем, видим авария, слетел автобус, Кувет, там уже много и скорой, и милиции, и машины, и люди, в общем, ребят, картинка такая себе, скажу честно, не для слабонервных, Самвел, пожалуйста, наш посыл очень добрый, что бы там ни было, но всем желаем здоровья, долгих лет, и вот здесь, вот, пожалуйста, чтобы серое вещество немножко напрягалось, твое, и посерьезней, вот хватит вот этих песенок, может быть, потом, с годами, придет этот опыт, и можно будет немножко расслабиться, но не сейчас, уж точно не время, ребят, это мое такое мнение, свои комментарии вы оставите под моим обзором, конечно же, ну и парковался, Коля даже хотел выйти из машины, говорит, я на это все смотреть не могу, но уверенный в себе Самвел, притирочку, там где-то проехал, где Коля переживал, что он даже не впишется, миллиметраж сплошной, везде, вот ходит, знаете, балансирует, по лезвию ножа, все время на каком-то драйве, и все время балансирует, бравада здесь неуместна, я сейчас без шуток, абсолютно серьезно, хочется, чтобы и дальше канал Самвел твой процветал, и все было окей, ребятки, пишите комментарии, не забывайте отмечаться на канале, ставьте лайки, или кому не понравилось дизлайки, и до вечерних обзоров, до скорых встреч, пока!